Добрый день, дорогие друзья, в сегодняшнем видео я расскажу вам о судьбе и творчестве Ларисы Удовиченко, советской и российской актрисе, народной артистке Российской Федерации. Лариса Ивановна Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в столице Австрии Вене. Отец военный врач, мать окончила Ленинградский институт театра музыки и кино. Но из-за беспокойной профессии супруга актрисой не стала. После завершения службы отца в Австрии семья Удовиченко жила в Одессе. В детстве у будущей актрисы было два увлечения — спорт, серьезно занималась гимнастикой и театр, но театр взял верх. В девятом классе Лариса поступила в народную студию киноактера, созданную при Одесской киностудии. Тогда-то ее и заметил режиссер Александр Павловский, и пригласил на главную роль школьницы Людмилочки в своем фильме «Счастливый кукушкин». Годом позже зрители увидели юную актрису в социальной драме Юлька, где она появилась в образе подружки главной героини. Окрыленная успехом, Лариса после окончания школы отправилась в Москву и подала документы сразу во все высшие театральные учебные заведения. Финальный отборочный тур первым проходил во ВГИК, и она его прошла. Свою первую взрослую роль она сыграла в 1974 году в фильме «Дочки матери». В 1976 году Удовиченко окончила Всесоюзный Государственный институт кинематографии и появилась сразу в четырех фильмах, два из них, трагикомедии «Трантрова» и драма «Красная и черная», принесли Ларисе узнаваемость. В 1978 году Удовиченко досталась роль в шестисерийном детективе и это все о нем. Еще одна полюбившаяся телезрителем лента, вышедшая на экраны в 1979 году, «Мелодрама в моей смерти прошу винить Клавука», где Удовиченко досталась эпизодическая, но яркая роль. Спустя пару лет артистке предложили сыграть сестру главной героини в картине «Валентин и Валентина». Мелодрама имела оглушительный успех и попала в золотой фонд российского кинематографа. Лариса снялась в многосерийной ленте «Подросток» по роману Федора Достоевского. Яркой работой этого периода поклонники называют картину «Успех», где Лариса Удовиченко сыграла артистку Сабурову. Запоминающейся работой в репертуаре актрисы стал образ миссис Бэнкс в детском мюзикле «Мэри Поппинс» «До свидания». Настоящий успех и всенародная слава пришли к Ларисе Удовиченко в 1979 году. Она появилась на экранах страны в роли Маньки Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя». Удовиченко сыграла Маньку Облигацию, продемонстрировав талант перевоплощения в остро-характерные образы. За годы работы актриса снялась, в общей сложности более чем в 120 фильмах. Наиболее успешными и любимыми зрителями оказываются роли в сериале «Зимняя вишня» — лирической комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Триумфальным для актрисы оказался 1985 год. На экраны выходят шесть фильмов с участием Ларисы Удовиченко, и каждый получает теплый зрительский прием. Эта комедия опасна для жизни. Трагикомедия «Искренний ваш», мелодрама «Поездки на старом автомобиле», комедия «Миллион в брачной корзине». В 1990 году артистка приняла участие в создании драмы «Собачий пир». Яркой страницей в творческой карьере Удовиченко стала картина «Любить по-русски», в фильм она попала не сразу, режиссер планировал снимать другую актрису. Критики и зрители сходятся во мнении, что Лариса Удовиченко наиболее органично смотрится в амплуа комедийной актрисы. Яркие примеры, фильмы «Хорошо сидим», «Автостоп» и «На кого бог пошлет». Последняя комедийная лента, где Удовиченко снялась в главной роли, любимая киноработа артистки. В 2000 году Лариса Удовиченко преподнесла поклонникам сюрприз, снявшись в главной роли мелодрамы «Восьмое марта». Значимым проектом в творческой карьере актрисы стала вторая часть «Детектива женская логика», в котором Ларисе достался образ жены вице-губернатора Зои Звягиной. Лариса Ивановна сыграла в картинах «Блуждающие звезды», «Женщина для всех» и «Тортюв». В роли прелестных авантюристок Удовиченко предстала в комедийных фильмах «Жених из Майами» и «Барханов» и «Его телохранитель». Первый брак актрисы был фиктивный, муж — Александр Панкратов, режиссер. Второй муж — Андрей Ишпай, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Третий муж — Геннадий Болгарин, пианист и коммерсант. Дочь Мария училась в Рате. Лариса Удовиченко является академиком Российской национальной кинематографической премии «Ника». В последние годы Лариса Ивановна появляется в популярных сериалах, наиболее рейтинговые из них — «Женская логика» и Даша Васильева, любительница частного сыска. Сегодня она остается востребованной актрисой на российском телевидении. В 2021 году с ее участием вышло продолжение семейной саги «Осколки». Новый сезон. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши прекрасные комментарии и внимание к моим работам. Я желаю вам семейного благополучия, взаимопонимания и поддержки ваших родных.